В начале недели трейдеры обратят внимание на следующие макроэкономические отчеты. Так, в понедельник статистическое ведомство Германии отчитается по динамике потребительских цен в мае. Согласно прогнозу экономистов, в месячном исчислении должен быть зарегистрирован подъем на 0,1%, а в годовом – рост на 1,2%. В апреле потребительские цены увеличились на 1,3% относительно предыдущего года. При этом по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены снизились на 0,2%. Эксперты прогнозировали, что годовая инфляция ускорится до 1,4%, а апрельские цены будут на 0,1% ниже мартовских. Низкая инфляция в апреле обусловлена снижением цен на нефтепродукты. Отметим также, что статистика по инфляции в Германии является предварительным индикатором общей динамики по еврозоне. Кроме того, во вторник в Великобритании выйдет индекс цен на жилье от Nationwide. Согласно прогнозу, в мае цены выросли на 0,6% по сравнению с апрелем и на 10,9% по отношению к маю 2013 года. Месяцем ранее, благодаря устойчивому спросу, цены на рынке жилья росли. Индекс цен на жилье, основанный на стоимости новых ипотечных кредитов, которые компания Nationwide предоставляет ежемесячно, вырос в апреле на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 10,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Низкие ставки по ипотеке, доступность кредитования и позитивные экономические перспективы ведут к повышению спроса на жилье. Тем не менее, рынок все еще испытывает сильный недостаток предложения, что подогревает опасения по поводу потенциального пузыря на рынке жилья. В среду выйдет один из важнейших индикаторов США – изменение числа занятых по данным ADP. Экономисты прогнозируют расширение на 225 тысяч вакансий. В апреле Automatic Data Processing сообщило, что американские компании увеличили темпы найма сотрудников, поскольку экономика избавилась от последствий суровой зимней погоды. Число рабочих мест в частном секторе США в апреле повысилось на 220 тысяч, против прогнозов роста на 210 тысяч. Данные ADP выходят на два дня раньше отчета Бюро занятости США и служат предвестником официальной динамики, на которую ориентируются рынки. Также в начале недели инвесторы будут опираться на динамику следующих индикаторов в принятии торговых решений. Так, в понедельник в Австралии выйдет доклад по объему выданных разрешений на строительство. В Китае будет опубликована статистика по производственной активности от банка HSBC. Также в ряде европейских стран выйдут данные по деловой активности в производственном секторе. В частности, особое значение для трейдеров будет иметь отчет британского статистического ведомства. США также опубликуют производственный индекс от ISM. Во вторник Австралия выпустит данные по розничным продажам, а также австралийский Центробанк подведет итоги очередного заседания по денежно-кредитной политике. В Великобритании выйдет PMI для строительного сектора, а в еврозоне опубликуют оценку потребительской инфляции. В среду в Австралии выходит статистика по ВВП, в еврозоне данные по деловой активности в сфере услуг и уточненные данные по ВВП. Канада и США опубликуют изменения в балансе внешней торговли. И кроме того, канадский регулятор сообщит размер процентной ставки на июнь, а Институт управления поставками США обнародует доклад по составному индексу деловой активности в непроизводственной сфере. Это был календарь последних экономических событий, подготовленный для вас командой Инстафорекс. Всего вам доброго, до свидания!